Всем доброго вечера! Сегодня я читаю 39 номер Великого Дракона, но перед этим я решил немножко поболтать на камеру. Потому что, во-первых, есть камера нормальная, во-вторых, я на этой неделе съездил в родительский дом, нашел там, короче, кучу лута с моего детства. То есть оно сдохло и оставило после себя лут. Во-первых, есть кассетный плеер замечательный, и я нашел дохуелен кассет, который я записывал с Sega, с PlayStation и вообще. Megadrive 6, PlayStation 7. Такие штуки. Поэтому я подумал, что сегодня вместо саундтреков обычных из Винампа я просто могу включать свои кассеты и... Да. Правда, я не знаю, насколько это громко или нет. Наверное, надо потише делать. Кстати, вот, заметили у меня на предыдущих стримах, но я сам что-то вот их нашел, достал и подумал. А батарейки вот для этих вот чудесных штучек, они вообще сейчас продаются? Тут нужны... Тут нужны кругленькие такие. По-моему, блядь, как они... Я не помню, как они называются по-нормальному. Ну, в общем, я бы их, честно говоря, купил и вернулся бы к своим первым портативным играм с удовольствием. Тогда потихоньку втягивается видеоблогинг. Не, ну просто я нашел кучу лута, и я решил ее показать, потому что зачем еще этот лут, если не... Верку отзеркали. Она отзеркалена, чтобы у меня вот была левая рука слева, на самом деле, чтобы я не чувствовал себя сумасшедшим. Кассеты может заживать. Может, но... Но этот плеер хороший, он очень хороший. Он ничего не жует. Продаются еще, пишут мне чат, но я... Я не знаю просто где... Чип и дип, кажется, магазин назывался, где все такое есть. Но я просто не знаю, как искать. Может, мне, конечно, просто взять эти штуки и пойти в магазин и спросить? Звук сиро как из унитаза? Так это потому, что это же кассеты! Если его трясти, звук будет искажаться. Это же просто замечательно. В общем, да. Пока что можно так. Потом я могу, на самом деле, ставить какие-то рандомные кассеты. Вы можете попытаться угадать, что там на них записано. Мне кажется, в этом есть определенный шарм. Что я еще хотел показать? Ах, да. Конечно же. Я хотел показать свое ебанное сокровище. Это шкатулочка. Она вся обклеена наклейками, но все эти наклейки это дубли, потому что, во-первых, у меня был собран журнал с ними, потом у меня еще была вся дверь в мою комнату обклеена по периметру этими наклейками, которые все были дублими. Узнаю Метроид? Это не может быть Метроид. У меня никогда не было нинтендоских консолей в детстве. Да, там дракон с топками. Вот его прозорливое. Ну, как бы, мы же ради дракона сегодня собрались, я же не могу без дракона. Дверь не принес, да. Вот, и... Так, блядь, не надо мне только занозы сажать. И тут у меня, в общем, целое... Целый, короче, склад, коллекция динозавров. Жалко, это, наверное, где-то половину моей коллекции, другую половину какие-то гнусные дети нашли у меня в доме и потеряли. Или спиздили, я не знаю. Но фишка в том, что, блядь, да, у меня была огромная куча всяких клевеньких динозавриков, и я их коллекционировал. И не, я не собирал фишек, вообще ничего. Я собирал динозавров, но это потому, что у меня был дохуя научный интерес. Я с этой коллекцией ебучей я ходил по разным школам, точнее как, меня... Меня всякие учителя таскали, потому что видели во мне знания и энтузиазм делиться этими знаниями. И я рассказывал про то, что вот это, например, это, например, анкилозавр, и, блядь, камера не хочет его фокусить. Ну, ну и хуй с ним. И он своим... Он бронированный дохуя, он жил, по-моему, в юрском периоде, где-то 105, наверное, миллионов лет назад. Своим бронированным хвостом он пиздил всем черепа, потому что они все этого заслужили. Вот. И... А, это же Дилофазавр, который заблевал того жирного чувака в парке юрского периода. Да, да, в основном в массе свои резиновые, которые немного гнутся. Но есть и пластиковые. Но пластиковые обычно какие-то дешевые, говененькие, то есть просто какие-то литые такие, монохромные, а не скучные. Резиновые самый топ. Вот. Мой любимый это вот такой вот Трицератопс. Он резиновенький, и он очень милый, и он немного стертый, потому что я его чаще всего доставал. Вот. Я не знаю. Сейчас я, конечно, мне уже мало что могу о них рассказать. О, это же Диметродом. Я помню как-то на ВДНХ году в 95-м привозили это самое на выставку роботов, типа как в паркирского периода, типа ну вот такие вот. Там можно было блять рычажками двигать, там был этот Диметродом, он лапами шевелил головой. Сука, я так с заноза посадил об этом шкатулку. противно. Когда такое происходит. Ну ладно. Еще я водил экскурсии в Палеонтологический музей, рассказывал про все эти экспонаты, что там есть. Было прикольно в 10 лет дохуя всего знать, потом большую часть этого забыть, потому что кому нахуй это нужно? Просто все, тогда была мода на динозавров, потому что парк юрского периода ее спровоцировал. я конечно от этого получил кучу профита в виде этого лута, но увы, увы, в общем. Hello, польска? Нет, у нас здесь не польска, у нас здесь русская. Русская. Ну, так, ладно. Это конец кассеты уже. На другой стороне у меня... Что у меня на другой стороне? В общем, да, великих драконов у меня было немного, из них мной не куплен ни один. Ну, давайте я попробую хронологически попробую поискать, что у меня тут лежит. Бенди, новая реальность. Да, у вас все зеркально, наверное, мне нужно реально сейчас отзеркалить назад, хорошо. Договорились. Чтобы у вас было читабельно, мне нужно это отзеркалить. Давайте я это сделаю. Вот. Окей. Да, он развалившийся, но... И уже тогда вот это мне так нравится. Прошел слух, что великий дракон скончался. Классное начало. Классное начало. Просто, просто офигенное. Да, он развалился. Дальше у меня идет по списку. Я не понимаю, что это за аберрация на самом деле, но это Денди, новая реальность номер 24. И я не понимаю, почему это существует. Потому что, ну, великий дракон же начался с 18-го. То есть, он просто форкнулся, а эти продолжили делать свой Денди отдельно? Я вот не очень, в общем, понимаю, как это все должно работать. Ни одного известного имени, конечно же, нету в списке. Вот. Ну, журнал, ну, 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 такое. Обменяли Хуилигана на Луиса Корвалана? Блядь, я не понимаю, что это. Я честно, я, я, я не знаю. Наверное, я бы не стал этого читать. На самом деле, я его и не читал. Блядь, невеликий дракон, зачем мне его читать? Все, у меня просто валяется и... Чуть как хуевая, хуевая музыка, да? Давайте попробуем что-нибудь другое. хотя это, наверное, будет слишком в духе того, что мне и так, но... видео с разбился на два журнала, дракон выжил, а этим нет. Ну, блин, значит, они до 24-го как минимум дожили. Удивительно. Дальше, в общем, номер без обложки, но это тот номер, в котором был комикс про черепашку негра, и я все время думал, ну, почему? Почему, почему она негр? Они начали с 19-го как и ВД, ну, я понял, но... Я не понял, зачем ему было форкать, то есть вообще мысли вообще даже нету, идеи нету, почему это происходит. Вот, и дальше дракон номер 20. Мы его читали, здесь все очень скучно. Это альт-костюм Рафаэля, а почему здесь костюм-костюм, но почему он негр? ВД номер 24. Я дред. Бэтмен форевер. Да, с жвачкой стимурал. Вот мой вопрос, куда проебалась жвачка стимурал? Ты неоткрытый боец. 27-й, прощание с Mortal Kombat. Прощаемся с Mortal Kombat, зато приветствуем стимурал ананас. Новый аромат. С какой помойки это притащил? Это в родительском доме лежало, и я достал, в общем. И привел, я просто привел все, все, что вообще от меня там оставалось, чтобы сжечь. стимурал еще существует. Я ее, блядь, не видел реально с 90. Номер, который травмирует, блядь, травмирует мое детство. Да, играл ли Майкл Джордан в бейсбол? Потому что ты сразу смотришь на обложку, ты вспоминаешь этот ебанутый текст про крашенные апельсины и чернобыльских термоядерных тараканов, и блядь. Тридцать седьмой. Вот он, конечно, был задрочен совершенно до дыр. Но я, впрочем, о нем говорил. Да, здесь прям даже разворот CFS 7 пришлось склеивать скотчем, потому что он был открыт постоянно. Steamroll в Астрахани. Ух ты. При этом, на удивление, идеальная совершенно кондиция номера 38, от которого я... Вы помните, я два часа орал в прошлый раз. Вот от этого, блядь, вот в особенности. ну-ка, а с другой стороны попробуйте угадать, что тут. прошлогодний альбом аранжировок с фонтреком FFT? Нет, нет. Ладно, оставим этот. У меня каким-то образом 46 еще был. Благодаря этому номеру я знаю, что лорд ханта переобулся и начал дрочить на FF8. Ну, блин, 46 мне безумно нравится полиграфия офигенская, хотя он, по-моему, посткризисный уже, сильно посткризисный, да, действительно. При этом каким-то образом он выжил, он выжил в классном качестве, с классной версткой и полиграфией просто вообще офигенно, офигенно. 2000-й год дракона. Вот, мы обязательно до этого, я думаю, доберемся как-нибудь. Я думаю, наверное, надо уже сделать паузу, будет после сегодняшнего стрима по дракону, чтобы к этому прийти. Боже, нас пытают. Никто не угадал, да, это говно? В общем, у меня написано, скорее всего, скорее всего, это SimCity 2000. В общем, это ну, такое. давайте поменяем кассету. и, ну, естественно, последний, который у меня есть, это ну, достаточно ожидаемо, это 62-й, просто потому, что там мой текстик есть. То есть, я получил его за то, что я написал про Final Fantasy Origins. прям на развороте, Хорошо. Вот так вот, бугуртил, короче, я с великого дракона, а потом сам. Ну ладно, сегодня же мы с вами почитаем вот этот, вот этот номер, естественно, я его, я сейчас уберу свой еблок, потому что оно здесь не нужно, я разверну на полную номер 39, и поговорю о лорде Ханте и прочих замечательных персонажах, но в общем, время было интересное и, наверное, даже хорошее. Это что играет? Full on the Mouth группа называется, о ней никто не знает, потому что никто так никто не дрочил на саундтрек Road Rash 3D, а я дрочил. Не играл ли я за облако тьмы в DCD? Я не запускал DCD с тех пор, как-то, не знаю, не до того. Если она сейчас в ротации, я, может быть, вернусь. Да, пришел и развалил. Ну ладно, давайте попробуем почитать журнал. Почему бы нет? Она в ротации. Ну ладно, значит, попробую сегодня-завтра DCD еще раз. Ох, как же плохо, как же плохо кассетам-то за все это время. XD с облако ультимеция? Ну, звучит интересно на самом деле. вот это вот очень интересно, да, что пропагандисты аниме нашли художника в России, который рисует аниме, и просто вторую обложку посвятили просто его артам. Анри, причем, по-моему, он сильно распиарился как раз тогда, к началу, к концу 90-х, начало 2000-х. Я не уверен, конечно, знает ли, помнит ли его кто-нибудь сейчас, но, по-моему, тогда он был одним из топовых российских художников, но которые именно вот в такой фэнтезийной слэш-анимешной стилистике рисовали. Победят все выигрыш знания, вот это классно. Анри стал работать на Disciples 3, ну, ожидаемо. Кто назовет исполнителя? Ну, в общем, такое. Так. Ладно. Что думаешь по поводу скандала вокруг Кейджа? я не сомневался никогда, что Дэвид Кейдж какой-то ебанашка, и естественно, он, я не верил, что может нормально что-то организовать, потому что он дохуя аутер, а такие люди, они, как правило, думают только о себе и своих охуительных не знаю, гениальных решениях и все такое. Ладно, Кедрока никто не угадал. Хорошо, никто не знает Кедрока. Это хорошо, это правильно, вам не надо ее знать. Вот эта вот фраза в финале победила Square, она звучит просто совершенно великолепно, особенно в свете того, что в финале FF7, ну, вообще говоря, все умерли. статья про магию, мне кажется очень странной, потому что, то есть, я не вижу большого смысла в ней, но типа, да, там много фэнтези, а сам Толкиен вдохновлялся Кроули, а Кроули дрочил на такую-то мистику, а еще было, значит, еще Толкин опирался на скандинавские мифы, и еще была система AD&D, которая тоже на это все опиралась, и на Говарда, и Железный, а еще это все пришло в компьютерные игры, а теперь силы Запада исчерпались, и пришел Восток, Толкиенизм в Японии получил второе рождение, блядь, Толкиенизм, сука, например, легенда о Супер Дьяволе, то есть уродский Додзи это Толкиенизм, спасибо, блядь, Великий Дракон, в уродский Додзи можно обнаружить некоторые идеи писателя начала века, какие именно, ну я не знаю, блядь, Тентакливый Рейб, наверное, очень заботил Толкиена, когда он там на войне сидел, какой-то закос под Ратом был, ну нет, нет, это был Кедрок, мне кажется, Кедрок достаточно своеобразен, хотя похож на Ратом, наверное, действительно, Ладно, ну, вот, короче, это отвратительно, потому что он говорит о том, что вот самая страшная реплика, а здесь автор, сценаристы, люди грамотные, когда он говорит про то, что японцы пиздят себе все подряд, то есть, ну, серьезно, сценаристы финалки, люди грамотные, поэтому они взяли на имя психанутого дебила с большим мечом слово, которое означает каббалистические сферы духовного развития и дерево философского строения вселенной, серьезно, блядь, ну, ну, то есть, вот, вот, честно, вот, я в этом тексте вижу огромный вред, огромный вред, который буквально, значит, вот, блядь, мы до сих пор же это расхлебываем, 2017 год, да, мы сидим и с вами обсуждаем философию, блядь, в играх, а вот это вот, вот это все вот из-за таких людей, как этот вот полиморф Залупа Хуевич, блядь, написали, что сценаристы, блядь, люди грамотные, делают отсылки очень верно, блядь, и имя Сефирота, оно дохуя философское, читайте кабалу, ебать просто, ебать просто, вот эту музыку все должны узнать, о, молодцы, да, это Текен 3, полиморф, полиморф, случаем не Врен, нет, совершенно нет, Врен никогда не упарывался по философии, вот, я не помню ни одного текста у Врена, в котором тот бы рассуждал о какой-то философии, вот, вот, ни разу вообще не помню, впечатляющая виртуальная вселенная, да, в общем, при 60 кадрах, ох, Mortal Kombat 4 игра, которая уже сказана все, в основном мы ее хвалили на самом деле, зачем же тогда вы пишете о ней лучше поздно, чем никогда, если вы, если никогда в случае с Великим Драконом просто не могло быть, Дело в том, что в июне рядовой пират смог поиграть, настало время ознакомиться с нововведениями, ясно, понятно, и, очевидно, описание персонажей, ладненько, и это, кстати, по-моему, сейчас первый прецедент, когда автор указывает свой имейл в журнале, это, конечно, с одной стороны, очевидно, демонстрирует его продвинутость, с другой стороны, ну, прямой контакт с автором для тех, кто может себе позволить интернеты в те далекие времена, мне даже интересно, как много людей писали авторам Великого Дракона напрямую, хотя, не уверен, были еще случаи такие, но Купер все-таки на то время был совершенно супер хайповым чуваком, как много людей ему писали, даже интересно, напишите сейчас, хором, люди, ладно, здесь скучненько, все довольно прямолинейно, здесь интереснее все было смотреть на скриншоты, скриншоты, тофу напоминает крабную палочку, ради валенна, если кто-то знает, что это действительно такое, напишите нам, вот как, какие времена были замечательные, роудреш, ну, который не совсем тот, ну, что поделать, спасибо за предоставленные колеса, да, блять, вот давайте вот это почитаем, мне что-то очень, мне очень нравится, что графический корень игры радикально поменялся, на то он и PlayStation, все персонажи снятые с реальных людей, пейзажи взятые из реальной жизни, пейзажи из реальной жизни, конечно, окончательно повергает в нирвану наличие парочки видеоклипов, снятых по всем канонам жанра MTV, чувствуешь, что если на седьмом не для счастья, что забубухал в свое пользование такой комплект мультимедиа, блядь, я просто не бо... жанр MTV забубухал комплект мультимедиа, мультимедиа, вот... вот... блядь, в нулевых такого уже никто не написал бы, это настолько дремучая каменный век. ладно, дальше у нас ведь знатоки терминологии, дорвавшиеся просто до возможности вылить свою охуительную экспертизу на странице журналов, пишут вот что. Классный энджин дороги совершенно портится спрайтовой популяцией автомобильного и природного мира. Классный энджин дороги, блядь. Я слово мультимедиа уже лет пятнадцать не видел вообще. Спасибо. Играет музыка. Вот. Самое полезное, что Ханта, блядь, писал, когда-либо по FF7, это когда он не пытался, блядь, пересказывать ебаный сюжет игры. Когда он просто из интернета накопипиздил пачки секретов. Но, конечно, поскольку в интернетах, как известно, пишут не всегда правду, у него получалось, ну, тоже так себе. Вот, то есть, ну, например, он предлагает, вот, я, блядь, не помню, когда я в последний раз разводил Чоково, конечно, но... Надо, чтобы Чоково из блюдца оказался стоящим. По-моему, можно просто любых. По-моему, просто чем лучше, тем круче, насколько я помню. Вам совершенно не нужно стоячий. По-моему, можно просто брать миллион вандерфул Чоково, скрещивать их между собой до получения лучшего результата. Вот. Слово Чоково у него написано неверно. Найдс оф раунд, ну, неправильно написал, конечно. Прохождение леса, ну, да, неплохо полезно. Механика прокачки лимитов, да, хорошо полезно. Но японское название Omni Slash, вот, блядь, Shotgun Ultimate World Champion Slash, просто, ну, откуда ты это берешь? Ой, ладно, что нас в чате? Музыка все еще из Tekken 3, да. Меня тоже, я не слушал музыки из Tekken 3, ну, года так, с 2000-го, наверное. Но она неплохая. ТД спросил в рене, кем был второй в его подписи. Давайте мы вначале дойдем до этого. А то я же не читал его текстов вообще никогда. Опять повторить испаривание. Да, лучшая реплика. До сих пор интересно, что там в комиксах. Знаете, я не читая текст, я могу только предположить, что это Чокобо Сейдж, они выбили у него охуительного Чокобо. Син подумал, что этот Чокобо сможет пересекать реки и моря. Ну и, в общем, я пари! Пизданулся. Охуел, начал Чокобо пиздить и пытаться его учить плавать. Я по картинкам просто догадываюсь. Ну да, вот опять же, кстати, какую пользу может принести автор? По идее, можно сразу, но на самом деле этот трюк вышел на третьем диске после долгих часов музицирования. Насколько я помню, по первому приходу триггер, по-моему, не срабатывает. Это можно сделать, по-моему, на втором диске после Хайвинда. Если мне память уж совсем там не изменяет. Во-вторых, лимит тифы... Там же суть в том, что ты играешь просто по нотам главную тему FF7. Это на самом деле очень классный секрет, который, конечно, работает только на тех, кто вообще в музыке что-то понимает. Потому что мне это был пиздец. Я тоже нажимал все эти кнопки, как тут написано, и у меня выходило там после долгих часов музицирования. Спасибо, лорду Ханти. Но на самом деле, по-моему, надо просто сыграть по нотам вот эту вот мелодию, которую все знают. Ну вот, собственно, прям по количеству нот даже. Все есть. Вот. Если вы играете именно это как мелодию как нужно, то, по-моему, это срабатывает. Ну, если с первого раза, там, с второго, третьего. Google Translate ему выдал шотган. Я не сомневаюсь. Да, вот. Great Gospel в Японии. Great World of God. Блядь. А что такое Gospel, если, ну, ну... Гаспел с одной L, кстати, пишется. Вот это, опять же, полная чушь. Вообще, вот на выходе из доков попросить регулировщика доставить вас outside of town. По-моему, это не нужно. Можно просто выйти пешком. Это никакой не трюк. Ну, ладно. Если трюк получился, он не может не получиться. Ну, на Яфе я уже... Я перестаю триггериться, но... Такое. В воспоминаниях в Кальме есть комбинация? Я не помню, чтобы она там была. Ну, то есть, тебе по кнопкам никто не скажет комбинацию в любом случае. Вопреки тому, что написано во многих западных решениях F7, раздобыть мануаль этого лимита можно даже на третьем диске. Вот это да! Блядь, как будто на третьем диске что-то нельзя взять. Я вот даже не могу вспомнить что-то такое, что можно было бы во второй половине второго, но нельзя на третьем. По-моему, не бывает такого. Да, дальше эти флайеры. Да, помню, флайеры. А, ну вот! Что за флайеры даются, да? Он отвалит вам кучу разнообразных предметов, ничего серьезного, одни лечилки. Кто-нибудь в чате помнит, что дается за флайеры в утайском баре? Потому что я помню. флайеры в утайском баре, я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. за флайеры дается куча сорсов. То есть, ну, как бы, лорд ханта опять пиздит. Ничего, блядь, нового. По миру и во всем гуляют два монстра. Их зовут Weapons. Переводите сами, блин. На самом деле монстра четыре, и из них гуляют три, и Рубин не из тех, кто гуляет. Ну, то есть... Давайте мы почитаем охуительные советы. как... Давайте просто по очереди. Я, по-моему, это не разъебывал в своем разъебе прохождение FF7, но я не могу с этого. Драться с ними полезно, говорит Норд Ханта. Почему? Куча экспы. Вот хоть один в мире ебаный человек, скажите мне, пытался бить лэпонов ради ебаной экспы. Да, блядь, обычно они такие сложные, что ты к ним приходишь уже на 99-м. Или если ты их убил, тебе в любом случае уже не нужна экспа. Какая нахуй экспа? Какие нахуй очень интересные предметы? Просто что ты несешь? Весьма желательно идти бить монстров скоттером. Если данного прибамбаса у вас нет, придется удовольствоваться Бахамут Зира. Бахамут Зира не сносит вообще им ничего. Это худший совет в мире. Я пытался грызть уэппла в Бахамут Зира. Блядь, лучшим я сам себя грыз. Позоветесь о том, что все используемые в бою материи были не первого уровня. Поставьте самое крутое оружие и броню, но не берите предметы с низким уровнем развития материи. Сука, он опять говорит, не берите предметы с низким уровнем развития материи. Он серьезно предлагает качать материи на ультимативных секретных боссах, после которых ничего уже нету сложнее. В игре вообще не надо качать материи. Блядь, вы помните, как я в своем прохождении Сефа забудохал? Да, блядь, я его сгрыз, просто сгрыз атаками на сороковом левеле. Вообще глазом не моргну. Пиздец. То есть вот все его советы в плане того, как мочить сложнейших боссов в игре. Ну, блядь, возьмите там магию, не забудьте про поезда, берите только атакующие спеллы немного лечительных. Ну, типа, ну, 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 помолитесь. давайте посмотрим, что он пишет про Руби Уэпена. Полезная информация, какая здесь есть? Редкий гад, число ХП немыслимо. Поставьте Феникс. По-моему, огненные атаки лечат Рубина на самом деле. На случай массового поддержа ваших бойцов. я, блядь, напоминаю, что Рубин начинает бой с того, что он вообще нахуй неуязвим. Описана эта механика здесь? Нет. Описано ли здесь то, что Рубин засасывает в ебаные зыбучие пески ваших напарников? Нет. Написано ли здесь то, что оптимальный способ заставить Рубина вообще материализоваться это зайти в бой с двумя убитыми напарниками он их засосет в песок и после этого один на один можно будет его мутузить? Нет. Написано ли здесь что у Рубина нет иммунитета к параличу и можно в него кидать айтемы которые наносят паралич и он будет просто его можно станлочить бить по яйцам опять ничего этого нет. Используйте стратегию шести атак и старайтесь не срывать накатанную цепочку маймов. потому что второй котор будет много МП стоить он пишет. Это полный полный тупняк ебаный потому что во первых ты не можешь его бить вы понимаете вот люди заходят пытаются пойти на Руби Уэпена по этому гайду все все их атаки все котры сносят ему ноль и невозможно не срывать цепочку маймов потому что блять он пидорит лечиться надо автор же не написал про то что нужно брать Эквип с резистом к файеру например ну и помните на Рубин не действуют почти все возможные атаки включая большинство лимитов но это просто ебаная ложь нужно просто блять заставить его достать тентакли из песка чтобы он был уязвимый ну то есть по этому тексту понятно что можно подумать что Руби Уэпена можно убить только коттером то есть если ты мудила не приходишь к нему с шести коттерами ты говно и не убьешь его никогда твои лимиты говно все твои атаки говно это просто ложь ебаная это самый бесполезный совет во вселенной он просто ничего не сказал про самого сложного босса в игре он никак вообще не помог убить Руби Уэпена копим лимиты улыбаемся пишут в чате да берите негра окей Эмеральд самая большая скотина в игре гораздо сильнее всех включая Сефероса в роли последнего босса нет блять Рубин хуже ввиду его механик по механикам Рубин это ебаный пиздец ты сражаешься честно блять ладно количество хп превышает миллион насколько я помню не превышает можете проверить я честно уже не помню не проверял по-моему у Рубина что-то типа 1600 у Эмеральда типа 800 миллион ну то есть не больше миллиона если мне память не изменяет к тому спасибо, что напомнили. Ну, в общем, блядь. Вся трудность состоит в том, что когда Изоброд делает атаки, он наверняка убьет одного-двух ваших бойцов, и, следовательно, Майму придется прервать. А Рубин, блядь, не убьет! В случае с Рубином совет не прерывайте! Блядь, Рубин, сука, гораздо злее вообще. И опять же, какой совет по убийству МР2? Ну, он вас убьет, вам придется резаться, но убить его можно! Пытайтесь! 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 О, боже! О, боже! Нехорошо! Пытайтесь! Пытайтесь! Сука! Ни одного слова о том, что здесь, что у него есть атака Материя Шторм, которая пиздит персонажей на 4 единицы, умноженные на количество экипированных материй. Но то, что к нему надо идти с минимальным количеством материй, и тогда его эта атака ультимативная не будет пидорить всех. Ни слова про Final Attack Phoenix Junction, да? Ни слова про то, что... Да вообще ни про что. Это же просто пиздец. Это худший, блядь, гайд в мире. То есть, просто автор пишет, ну, вас выебут, лол, кек, пытайтесь. Спасибо. О, боже, блядь. Да. Ах, всякое всячи нам. К сожалению, я так и не понял, для чего нужна ебаная салфеточка? Для чего нужен ебаный автограф? Меня, Дио! Для чего нужны модельки, блядь, солдатов? Неужели, ну, конечно, хотя бы, хотя бы вот у него хватило ума предположить, что это декоративные айтемы. Вот это вот, слушайте, вот, вот, скажите мне вот что. Если вы пока же достаточно высокий результат в гонке на сноубординге, вы можете покататься против мугла. Во-первых, скажите, пожалуйста. Это так вообще? Ой, блин, это тема Огр, кажется, она мне очень нравится. Вот, я, я просто, я не, тема Огра из Теким-3. Если мне память не изменяет, это Огр. Ну, он там босс, типа. Слушайте, я, я, я очень жду, вот, подскажите, я не помню в FF-7, чтобы была возможность вообще ездить в версус кого-то в сноуборде. Ну, то есть, я, 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 блядь, я там десятки часов, естественно, провел в этом золотом ублюдце, да, я, я задрочил сноуборд, насколько я помню, там Тиффа и Сид еще прибегали на разные мини-игры, просились, чтобы, чтобы они играли вместо Клауда. Я не помню, то ли Тиффа, за Тиффа или Сида сноубордить уже, память уже не та, но... Эм, да. И самое главное, вот это, вот, вот это смешно, ведь, да, таинственный оппонент, который, например, окажется муглом, старым знакомым из предыдущих частей Final Fantasy. Но ведь вы помните, да, когда я спускался с горы на сноуборде, вот, на стриме, я пиздил муглов, у них там был целый ебаный город, они жили в юртах своих, в этих снегах. Эти муглы, ты их встречаешь при обычном прохождении, то есть то, что он тут пишет, это, по-моему, двойной пиздёж. Я не верю насчёт подключения второго Джоя, потому что это было бы известно. Мы бы все это знали, на каждом углу бы люди писали, играйте вдвоём. Никто никогда этого не писал. В Battle Square можно поучаствовать в УРА БАТЛ! Какой нахуй ура? Да, ладно, я видел, что люди орут с копирайтом, и... 1998 Москва. Копирайт бай Алекс Пожарский. All rights reserved and protected by trivial brutal force. Здесь нужна фотография Алекса Пожарского, которая заставит нас усомниться о том, что он реально свои права может защитить тривиальной, брутальной, блядь, силой. Насчёт автора с Permission я не знаю. Не могу знать, не буду говорить. Но сейчас я буду орать опять. Сука! Просто, ну, блядь, я не могу просто это проходить мимо, потому что это всё-таки мои любимые игры, да, как известно. Parasite. Одна из самых противоречивых игр, которые мне приходилось рецензировать. Я напоминаю, что это здесь не рецензия, Это решение. Решензия, блядь. Вроде бы все ясно. Squaresoft на убедительнейший довод в пользу популярности новой игры. Сука 1. Модный нынче жанр интерактивных ужасов. Сука 2. Известнейшие специалисты в области спецэффектов. Литерали ху. Впервые, когда увидел игру в паразитив, стоя за спиной коллеги, то готов был констатировать факт, что Square постигла таки неудача. Вот вы осознайте, что этот хер ебаный, который хвалил или по крайней мере не агрился на все эти самые саги-фронтиры, табалы, блядь, эргайцы и... нет, айнхандеры. Блядь, айнхандер у него 5+, 5+, 5+, 5+, блядь. И он говорит, он смотрит на паразитку и смеет пиздить, что постигла таки Square неудача. How dare you? Момент истины пришел позже, когда сам засел с кислой рожей, а потом с трудом оторвался, и это при моей неприязни к обеим частям Resident Evil, как ни крути, а он единственный аналог Parasite Eve. Это, вот, это, это одна из моих, как бы сказать, Pet Peebs, блядь, ладно. Сравнение паразитки с Resident Evil меня вымораживали всегда, потому что если человек вообще играет в эти игры и понимает геймплей, то у него и таких сравнений не должно возникать в принципе. Так, ладно, вот на минутку, из этой статьи, этой статьи, я не купил паразитку, я говорил, что задрисняй долгое время не трогал игру. Поздравляю! Я почему неделю назад, или там сколько, две? Почему я столько орал с его текста Proif of Tactics? Потому что когда игра сравнивается с ёбаной школой, ты ее не берешь. Вот, когда тебе говорят, что это не финалка, ты, если даже тебе интересно финалка, да, ты ее не возьмешь. Вот и здесь тоже. То есть он делает хорошим играм антирекламу, а игры типа Айнхандера, я, кстати, в нее ни разу не играл. Но я уверен, что он говно. Так, ладно. У паразитки не было аналогов, авторы назвали Cinematic RPG, назвать RPG было неверно, в ней нет необходимой для жанра свободы передвижения. Блять! Необходимая для RPG свободы передвижения. Я вот-вот считаю это, я такой думаю, извините, а как, блять? Это что, это типа игра на рельсах, да? Ты как в Айнхандере ебаным летишь слева направо, и там, не знаю, в контре, да? У тебя нет возможности никуда уйти? То есть, там счетчика дней нет, говорят, блять, все, я все понял, конечно же. Как я мог забыть? Ведь именно счетчик дней для нас тупых напоминает, что в игре есть свобода передвижения в паразитке. Стоп! Слушайте, слушайте-ка, блять! Там счетчик дней есть. Там есть счетчик дней. Там буквально вся игра проходит в течение недели, и каждая глава это новый день. И там говорят, там день один, день два и так далее. Да, там есть счетчик дней, блять. Ну, я, если вдруг кто-то не играл или не помнит, в паразитке, в общем-то, есть карта мира, на которой ты выбираешь локации из списка доступных и открытых. То есть, там можно даже в любой момент вернуться в самый первый данжен в оперу. Даже при том, что там ничего уже нет и не будет. Ты все равно можешь просто подойти ко входу, и тебе охранник скажет, блять, пиздуй, у нас тут там место преступления. Для людей, не читавших анонс, постараюсь рассказать сюжет, вернее, что я упомнил из слухов о нем. Пидор ебаный, ты пишешь прохождение ебаной этой игры, почему ты не можешь, блять, сюжет описать? Это девяносто восьмой год, игра уже вышла! На честно сэкономленные суточные отправляется насладиться пением толстых теток в захолустный подвал. Дамы шуршат декольтированными платьями и томно вздыхают. Кавалеры гнусно сыплют друг дружке пепел на лацкан смукингов и делают твич, смотрят на сцену, где пара-тройка актеров за паршивую зарплату изгаляется и пробуют издавать звуки в иных кругах, понимаемые как пение. Блять, при всей моей ненависти к опере, такие тексты я ненавижу больше. То есть он не пересказывает заставку, он выдумывает, блять. Он просто... Это называется опера, как я ее себе представляю. Моешь, а блять, напел. Весь зал оказался в огне, кроме Аи и актрисы. Нет, блять, а я блять, спасла чувака, с которым она пришла смотреть представление, блять. Нет, дорогие читатели, на самом деле все было гораздо трагичнее. Нет, не было. Просто я уже не могу выносить наигранные сцены ужаса в видеоиграх. Типа навязшего в зубах Resident Evil. Я сейчас остановлюсь, я не... Блять, я просто, я не могу читать дальше, потому что я... Что такое сцены ужаса в Resident Evil, блять. там практически везде эти сцены геймплейные здесь просто показывают как не за певица всех сожгла это что наигранная сцена ужаса нужно ебало т.д. потом еще может быть как-нибудь если говорить серьезно сюжет игры основан на персонажах книги хидеяки сена пара сайты даже когда кого блять не смог правильно написать хотя он блять очевидно копипастил блять у него как кодокова превратилась в кодокову блин хидеяки книга повествовала в ужасному стрюке по кличке его которая вселилась тело бедной певицы нет сука ебаные нет не было там в книге никакой певицы ни единой блять певицы сука и нет блять это не основана на персонажах ни один сука персонаж из книги не появляется в игре ты лживый кусок говна подразделение кодок да я вам агланипулировать мутации митохондрий биологию я не знаю вследствие чего неудачники попавшие в поле зрения превращались либо в монстрах либо сгорали превращались либо в монстров либо взгорали по непонятным причинам шаманство не подействовало на айю в общем если кто найдет книгу пришлите мне зачем бросить все бежать в магазин графика и звук насчет последнего мое мнение фатально разди блять я так надеялся что его мнение бы разделилась фатально для него фатально блять фатально сука блять разделилась мнение фатально фатально сука разделенная мне дам я просто уже есть кассет на которой написано про сайт и я просто я не могу я не могу иначе я должен когда как когда когда этот пиздопидор пишет блять про про то что у него фатально блять разделилась мнение папа я я я боюсь даже дальше читать я чувствую что я буду орать с одной стороны музыка в игре сделала сделано высоко профессионально мелодии одновременно и завораживают и не отвлекают сука значение слова завораживают блять это просто полная противоположность не отвлекают если ты заворожен ты блять отвлечен на то чем ты заворожен буквально блять значение слов ты фатально блять разделенный с другой стороны звуки такого не скажешь оружие стреляет одинаково шаги по снегу напоминают бег рот и солдат по бетону сука ну я я просто помню что я эту цитату я я эту цитату носил себе всю жизнь и вспомнил когда я перепроходил паразитку пару лет назад наверняка вот по моему прямо в начале второго дня когда а я бежит по снегу к этому музею я об этом вспомнил побегал по снегу послушал звуки снега я думаю что если вы обратитесь к тому стриму то наверняка найдете там нормальный звук ходьбы по снегу с так ладно так получше будет так так получше я не знаю рассказывал я это или нет но когда мне было впадлу вставать в школу я просил будить меня так просто включать телевизор и включать playstation у меня там уже стояла паразитка автоматически она включала заставку с этим узоном я просто меня меня так пер этот опенинг что просто не мог больше спать сон просто как рукой снимала заряжала бодростью еще она на полдня вперед чтобы в школу было не так идти в падлу совершенно волшебный опенинг я безумно его обожаю мелодия отвлекала от процесса что мне надо немножечко охладить трахань и потому что с говно жрать так таким оптом я не могу полное отсутствие оцифрованной речи да когда он писал про финалки ни разу этот гнида пидор блять ни разу блять в лучших традициях скверсофт ни разу не доебывался до этого потому что в игре такое количество контента блять я не знаю серьезно это хорошо что там не было озвучки никто тогда не мог сделать озвучку непоганой они просто от нее отказались и ладно теперь теперь вот это потрясающе да мы же помним что автор в начале говорил что готов был констатировать сквер постигла таки неудачи сейчас мы выясняем почему же он так подумал потому что он смотрел на блять двести пятьдесят шести цветной монитор то есть он он начинает блять текст сразу с того что блять все мое знакомство с игрой то полный негатив расстройство ужас кислая мина говно а он смотрел блять ты бы сука блять на хроме еще смотрел а я полигонном исполнении достаточно приличным надо отметить бегает по гениального качества от рендеренным фонам причем исполнение этих фонов гораздо приятнее чем в резидент evil который надо обосрать в каждом абзаце но на этом свод сходство с ре заканчивается сука 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 я не могу резидент evil единственный аналог паразитки наигранные сцены ужаса в видеоиграх типа навязшего в зубах резидент ивола на самом деле единственное сходство с резидент ивол это трехмерные персонажи на отрендеренных задниках я я просто я я сейчас не могу просто я блять блять за эти пацаны ваша паразитка говно я на 16 цветном ковре смотрел не ну серьезно вот я я высаживаю здесь то есть автор говорит я ебал ваши резиденты и паразитка на них похоже потом говорит я ебал ваши хоррор сцены в ваших резидентах и в паразитке то же самое и после этого но на самом деле ну просто вот 3d персонажи на 2d задниках и это все сходство с резидентом почему не со совсем ты говноёб блядский почему не с твоей любимой ff7 сука самый неожиданный для вас момент когда вы обычно наконец-то додумались что делать дальше и погруженный в свои мысли бежите к цели начинается бой что за хуйня ты мудил ебаный что за ебаная хуйня он несколько дней текст писал что-либо зачем вначале пишет говно потом просто дописывает новое впечатление очевидно он считает что его первое впечатление которое основывалось на том что у него залупа за ухом зачесалась блять а он считает наверное что это что-то очень важное ценное все должны знать об этом это же часть его охуительной биографии блять я не могу каждое опять каждое предложение этого гандона это ёбаный говно и зло боевая сцена происходит на тех же бэкграундах что и основной процесс читай бесцельное блуждание какое нахуй бесцельное блуждание блять арены три метра блять в радиусом какое нахуй блять бесцельное блуждание вообще куда ты взял этому дозвон на ограниченном куске экрана ты блять ограниченный кусок использовать таинственную опцию п.е. что-то типа лимитов из любимой ff7 вот ты мрази кусок вспомнил фф7 но почему-то наличие в таинственной опции пи и заклинаний реген хейст блять тебе ничего не сказала то что это тупо ёбаные спеллы из твоей любимой ff7 какая же это писал я просто невозможно что-то типа лимитов открывает путь к магическим приемом типа фаербол или лечение любит у тебя пускали фаербол или лечение гандона ты кусок блять ёбаный или все-таки это магия простая причем для этих прием вишку своя шкала которая заполняется ли в пример медленней шкалаю бэвэ во всем блять ладно вынимает а я стандартную полицейскую пушку и тут оказывается что пушка стрелять на жалкие полтора два метра это ёбаный пиздёж ладно в остальном же игроки в резидент ивл в резидент ивл блять только что блять вот сходство с резидентами закончились блять на графоне но игроки в резидент ивл здесь почувствовать себя в своей тарелке а я будет бегать заглядывать в коробки и мусорные бачки никогда в резиденте ты не заглядывал в мусорные бачки отстреливать врагов и неукленно приближаться к развязке сюжета они фокин game ever бегаешь лутаешь убиваешь врагов приближаешься к развязке сюжета охуеть пиздец блять здесь геймплей я не знаю как в моей любимой блять ведьмак 3 любители ведьмака почувствуйте в своей блять тарелки мне не хан до 5 фатальных не от наверное из таких долгов на слушал суши паразит к 3 деда скварика полез в нее после резика не слабо охуел очень многие долбоебы так говорили и я просто говорю меня печет от этих сравнений безумно печет да да миссинг перспектив играет блин я не могу я просто безумно в восторге от миссинг перспектив бегать заглядывать в бачки от 3 врагов и бюджет заказанске это же мор утопия дыбовский гений скопировал паразиты слушать как тогда материться на текст школьника 20-летней давности лучший экспириенс поймите 20 лет назад я читал вот этот вот кусок сани наебаной и мне было некуда выговориться у меня блять не закрытый гештальт почему я говорил что я сегодня прочитаю 39 номер потому что как вы видели на 39 номере моя коллекция великого дракона заканчивалась я не знаю что дальше но я знаю что здесь этот кусок мрази написал такую хуйню вот смотрите давайте дальше давайте дальше дальше да единственное отличие единственное отличие от резидента блять только что сходств не было но сейчас единственное отличие от резидента да в прорис айты почти нет тех дурацких головоломок типа возьми за стойкой бара вантус отнеси его за 50 экранов назад ткни в портрет дедушки на стене и это откроет люк за шкафом еще в 100 экранах впереди ебаная нельзя так писать сука да у меня травма детства про резидент он верно говорит нет в резиденте все головоломки решаются в рамках одной комнаты ты в рамках одной комнаты решаешь все ты блять приходишь в комнату там надо эти кнопки нажать в определенном порядке или пододвинуть хуйни в в определенные точки и там это всегда очевидно и и ты просто входишь в комнату решаешь хуйню выходишь из комнаты с предметом все резидент он вот не об этом говне я вот я я я блять я я я запомнил просто эту эту формулировку и я я не могу не было такого в резидентах ну не было блять я знаю что такой хуёвый геймдизайн он бывает в играх но в резидентах никогда ты придешь предмет лишь оставил ящики другой нужный пример это в есть вот это и вот хуйнишно что написано здесь их нет не бывает такого нет сложность заключается в том что придется искать ключик множество дверей но это не требует особых мук творчество творчество ну ладно в общем все что можно из теории я вам рассказал все что можно из теории не у я блять про механику игры это хуйло не рассказала вообще блять его паразит комплит волк сру фрам лорд ханта я создательно не стал указывать что лежит в сундуках и прочих сокровищницах так как от игры к игре их содержимое меняется я не эксперт по паразитке я хочу спросить у экспертов я абсолютно убежден что этот автор пиздит что процедурно генерируемые сундуки это не про эту игру я могу ошибаться но мне кажется что шанс того что ошибаюсь я гораздо меньше шанса того что ошибается этот хуй у слова волк сру да я тоже поймите я же как человек который ну без интернета был в то время и у меня даже в мыслях не было что это за слово такое что такое волк сру когда я потом добрался до геймфаков до меня наконец дошло что этот хуй имел в виду здесь ну вы просто в детстве всех резидентов прошли сто раз уверен что если в 2018 впервые из него сяду я буду стараться слушай давай поставим эксперимент вот серьезно оги давай вот возьми первый резидент можно даже не ремейк можно даже главный директор скат все директор скат первой части и вот я гарантирую тебе что ты вот этого вот возьми за стойкой бара вантус выеби портрет дедушки на другом конце локации это откроет люк за шкафом еще в 100 экранах впереди ты этого там не найдешь просто вообще никогда да начался еще один лучший саундтрек ну 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 ладно дорог трип я стримил повод да и даже прошел музыка охуительная может быть она будет дальше играть а может быть не ладно я паразитку уже прослушали все бреда я никуда я тогда тару от каждого предложения что я ничего не прочел поэтому мы вернемся текину наверное я из из того что сейчас на экране мне больше всего понравилось вспоминайте имена ваших подружек ну то есть мироненко и шаталова интересно кто из них дал имя а я вот так давайте я в чате к обращу внимание rock trip веселее twisted metal а он без сомнения веселее да я очень хотел бы видеть вот какой-нибудь современенный road trip просто подправить баланс сделать все похожим но чуть более веселым и вот прям все будет хорошо сделать мультиплеер gamecoms кремик 1 рейс снес крышу пять лет назад ахуенность ну он очень классный из классических частей это лучший абсолютно точно резин первый норм позапрошлым году первых не вот да я же я ли его стримил я понимаю конечно что я сам с моими там десятью с лишним прохождениями определенно не очень объективен в плане возможно оценки его как игры в которой можно играть там впервые без подсказок без сиона с другой стороны я же и в 98 когда его проходил у меня не было никакого гайда по первому резиденту меня был гайд по второму великом драконе вот мы пролистали от купера да но по первому у меня не было ничего я его прошел абсолютно сам самостоятельно и и это было совершенно окей ладно давайте мы вернемся да если вы умерли в первом бою то вы очень неловкий и тупой человек дальше мы видим как давайте я просто про автор будут так говорить да очень неловкий и тупой автор считает что а я лежала в психбольнице блин музыка охуительная пошла если я не ошибаюсь этот текен уже кончился и начался файтинг форс я во времена недавнего стрима файтинг форс не смог заставить там музыку работать и сейчас это будет очень сложный момент это кассета меня убеждает что я очень много потерял потому что то что сейчас играет мне очень нравится надо скачать сам трек в этим форс отдельно ночью да то есть если больница то обязательно психбольница вот не дурите используйте пистолет после героической виктории виктория это шаталовый лиги родинка вот этот лист да не знаю каких играх лучше всего передан дух токио якут за персону я бы скорее за якудзу якут за просто топ потому что там все очень интерактивная и я якудзу 0 особенно сильно рекомендую если есть возможности кудзу 0 это реально лучшая игра прошлого года дух токио ну минут из персоны 5 меня не очень сильно впечатлило но вот персона 4 охуительно передает дух глубинки японской просто охуеть вообще аутентичная вот как 2012 вернулся из японии запустил персону вот словно не возвращался вообще просто офигенно а тогда якут за наверное отлично вообще так сейчас я про паразитку спрашивает нормально ли она сохранилась но я бы сказал что она сильно архаичная но до одну терпимо то есть я бы не сказал что в ней геймплей доставит много удовольствия но он не будет вас ебать в жопу я ее перепроходил недавно но я не так сильно страдал практически не то есть рандомные бои мне всегда не нравятся некоторые данжен и очень большие очень заебывают именно продолжительностью рандомными боями но это в самом конце игры то есть как минимум половину игры можно пройти без особых страданий и вот многим я вижу нравится вторая часть из того что там более толковое управление более боевая система прокачанная мне очень нравится 2 я бы не стал делать семичасовой стрим по ней если бы она мне не нравилась но я считаю что они просто сильно разные и у каждой есть свои заметные плюсы так в первый убивает склад в середине склад эти склад чего склад оружия или склад который опциональный данжен куда можно не ходить такое дух токио смт4 нет 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 паразитка прошел год назад вместе с крайслером блять вот крайслер я вообще не осилил вот на это моего терпения не хватило второй да во второй я понимаю сеттинга нет в первый сеттинг просто божественные вообще музыка во второй хорошие ну вот я вот музыку как раз во второй я не ценю во второй паразитке музыка сплошной ambient очень ambientный я ты из-за этого там две-три темы запоминаются в первый весь саундтрек просто охуительный так ну если что да в первой паразитке склад он не в середине игры склад доступен только в пятый день а пятый день это последний день когда есть вообще какое-то свободное передвижение вообще по сути там финальный данжен уже то есть склад это прямо перед финальным даже не открывается и в общем то можно не ходить а в общем да очевидно что на самом деле он играл в японскую версию нихуя не понял очень жаль блять тогда совершенно понятно то что он вообще в игре не понимает ничего зато как всегда дарит нам комплит волкс ру то есть вместо того чтобы подождать там пару месяцев до поиграть в английскую версию и действительно дать полноценное прохождение по семерке же он не не торопился блять проходить игру по японке в тупую и ничего не объясняет да он же подождал почему по паразитке ему надо было делать этот ебаный огрызок и кусок говна я не знаю но эти бравы парни объяснят вам на чистом японском процедура апгрейда оружие так что знающие данный реликтовый язык приклейте ухо к динамику только что этот мудозвон головы жаловался на то что в игре нет озвучки приклейте ухо к динамику волкс ру в уши на сру до шефс долис он будут долго петь дифирамбу вашу честь вообще вообще нет да откажи все прохождение вам будут много говорить в музее много говорить пресс-конференция будут много говорить лицезреть и очень красивую заставку я напоминаю что это очень красивая заставка по моему там во первых даже может быть и нет заставки но если она там и есть это просто машина едет по улице то есть между участком и центральным парком там там нет места даже для книги никакой красивые заставки просто они выезжают из участка в парк вопрос мол никто насрал на паразитку больше ханты или три ямы не ну конечно же на нее насрали табата и ямы это нет даже без вопрос слушайте этот текст которая сейчас читаю его запомнят ну вот блять ну вот но мы с вами читали его в 90-х да мы только мы несем это зло в себе до third birthday до сих пор существуют эти арты в гугле постоянно всплывают да не а я теперь помнят по third birthday third birthday это вот продукт который продается никто не не вспорол себе живот из-за того что этот продукт продается в качестве извинения имею ввиду и это гигантское упущение мне очень жаль что так происходит нет хуже third birthday нет ничего просто ничего блять любой ханта не так ужасен как third birthday а вот про тверь и только сибуя но я бы сказал что в тверь и хорошая сибуя я с таким удовольствием прям вот потратил пару часов на то чтобы обижать все локации из тверь и все будет в прошлом году прям мне было очень прикольно ну да так ладно что я не бросил короче прохождение ящик ящик сундук сундук долгий путь на юго-восток также на запад надо бежать в пизду ладно змеиная тварь предыдущий босс был сливной монстр хорошо змеи на это вообще там червь к монстр откинет лапти то есть щупальца у змей нет щупалец блять вот это потрясающе да вот босс файт с евой на карете в общем-то был не очень простой потому что реально уворачиваться невозможно все атаки босса проходят и пиздец больно никаких трудностей щурка рантил считаясь уворачивайтесь от довольно тормозных тормозных ударов руками там негде уворачиваться полчаса нудных диалогов поговорить поговорить и пройдите ящик поговорить и пройдите ящик поговорить и ящик немецкая овчарка советов нормальных нет хотя босс реально сложно лорд паразит это индиид лорд паразит помня целый час орал на этот текст ну так обычно и происходит так ладно я даже не знаешь это за игра но я просто с первых сперва первая строчка меня уже триггерит игры бывают разные хорошие плохие короткие длинные да вообще капсом игры и так себе но лишь малая часть из всего обилия трудов программистов ведь как мы и знаем в то время игры делали только программисты никто более заслуживает нашего внимания блять слушайте я сейчас я как себя читаю сейчас был плотвист должен быть абсолютно ебанутый не объективность при освящении окей хорошо охуенно вот уже вот уже плотвист освящение лучше дано 1 до игры не без сомнения нужно освящать то есть побрызнешь на цирк герзды и святой водой она сразу задымится и исчезнет тогда что-то заказал в капком бар в токио но я точно брал из резидента мозг тортик мозг такой и пару коктейлей один по лбу синий другой красный я не помню как они назывались но они клевенькие были там все было очень клевенько концепшен это осеменение да конечно но там четвертая глава она же четвертый день в паразитке посвящен тому что а я такая ебать его же хочет спермы где тут в этом городе есть сперма блять побежали туда в этом о нет бачок со спермой уже использован и это весь четвертый день не там так что ну все так приходить течение рецензии караванера ладно подождите я хочу дочитать этот текст он меня заинтриговал до игры бывают игр много не редкие заслуживают нашего внимания есть не объективность ведь играют и высказывать менее нелогичные существа люди на данный момент автор со мной резонирует на самом деле к чему же он ведет есть недостатки в том числе языковой барьер блять опять ты за свое скромность вежливость полиморфов ну да такая примерно скромность как у ебаного лорда ханты который познал и по всем надеюсь 9 процентов ну то есть буквально говоря весь этот текст шел к тому что немногие знают японский то есть смысл этого предисловия многословия пустословия мудословия был просто в том что не все знают японский чарж гномов низкие уродливо улыбчивые твари позор японцам что блять винни ты не видел мой бочонок со спермой винни офигенно окей я не знаю к чему это да звучит убой на хант опознала всем надеюсь 9 процентов не написал как убивать оружие минимум по 5 способов на каждое тип того да да вот так краткий вывод есть игры и лучше но не очень много есть и хуже их большинство единственный экстремально крутой недостаток игры японский язык еще эльфы и гномы орешек мама да а две точки запятая орешек знаний тверд играть или не играть что-то 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 Соня и Соня. Замечательно. Были бы деньги, купил бы их обеих, и от обеих получал бы кайф. И хбать люди. Сестра отнесла в школу с концами. Вот, 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 вот оно, вот же оно, вот же оно. Сука, это письмо просто... Ммм... Амазонки джойстиков! Королевы Сеги! Все такие, продаю картриджи, продаю картриджи, всем привет, продаю приставку, спасибо художнику, спасибо за PlayStation. Амазонки джойстиков! Королевы Сеги! Вот этот, вот этот, вот этот мне тоже очень нравится. Я знаю многие игры для Дэнди, мне 12 лет, пишите. То есть... Вот этот вот контраст, да? У одного королевы Сеги... All women are queens! А у другого... Я знаю многие игры. Ладно, я не знаю, что в дальнейших будет в журналах, в дальнейших номерах. Но я прям, я безумно просто хочу посмотреть больше вот на эти письма на заборе. Это просто охрененно. Первый российский картридж для Сега на русском языке. Я вообще не знаю, как это появилось, но... Но это очевидно не могла быть лицензия же. Супергерой Марвел. Вот я серьезно, я пока не начал работать на канобу, я так и не понял, кто все эти уроды и почему мне должно быть не насрать. И я виню Великий Дракон, потому что Великий Дракон рассказал мне, почему аниме это круто, но никто мне не рассказал, почему мне не должно быть насрать на Марвеловских ублюдков и кто они вообще такие. Так что я лишние 20 лет прожил, ничего не зная о Марвеле и... Впрочем, не то, чтобы я сейчас сильно как-то считаю, что Марвел это что-то хорошее, но... Не пытайтесь разбить темные бочки, они унесут вас с собой, ну сами знаете куда. Сейчас я многие игры для Тенди, мне 25, пристрелите меня, пожалуйста. Это лучший комментарий. Парочка приколов. Странное число 22. В Чип и Дейл 2 оно встречается на дверях, в Дабл Дрэгон 2 оно встречается на здании, а теперь и в Ран Арк на танке. Что же означает число 22? Напишите в редакцию. Написано в разделе парочка приколов. Ну попробую эту кассету. Эх, ладно, если другой стороной. Так, ладно, подождите секундочку. Значит, мы играем гринписовцам, освобождаем животных, и он кулаками истребляет сотни человеческих жизней, женщины, мужчины и старики и дети. Вот, честно говоря, мне было бы очень интересно посмотреть на... на то, как гринписовец пиздит стариков и детей, и особенно мертвых. это было бы очень интересно. Мне кажется, что этот Эдгар пиздит. Лан Сталкер, вот честно говоря, мне эта игра не очень сильно продала Лан Сталкер. Текст как-то вот... Ну, можно к антидотам прийти, можно к церкви... Теоретически, это ведь все-таки какая-то типа экшен-РПГ, типа Лайт Круссейдер, а мне нравился Лайт Круссейдер. Но... Лан Сталкер я так и не играл в итоге. И я даже не уверен, что... я потерял достаточно много. Главное первое РПГ. Ну вот, она могла быть моей первой РПГ, но просто ее нигде не было, как-то я даже пытался как бы ее найти. Ладно, короче, узнавайте, что тут играет, наверное. Сколько кассеты могут храниться? Я думал, меньше. Ну, как видно, этим кассетам 20 лет, и они чувствуют себя прекрасно. Это я с Сеги записывал. Я думаю, что это год, наверное, где-то 97-й в записи. Нормально, блядь. Вы даже поэтому вот говнозвуку поняли, что это за игра. Солидно, солидно. Да, это действительно X-Men 2. Мне вот эта вот тема особенно очень сильно нравилась, потому что на Сеги вот ну, просто такого звучания обычно не встречалось вообще нигде. Здесь прям такой вот очень интересный электронный саунд. Мне он очень впечатлил. Саму игру я уже не помню. Но я помню именно вот эту тему оттуда. Понятно, откуда твоя любовь к индустриалу растет. Ну, может быть, да. То есть это я слышал, наверное, да, даже до того, как... Как подсел на индустриал с саундтреком к фильму Mortal Kombat. Так, ладно. Что такое? Это вопрос 25 меня триггерит. Шеф службы безопасности? А, ну понятно. Это чисто Вавилон 5. Ну, ладно. Потому что этика, а в центре написано слово ЗАГ, я такой, блядь, нет, Крайзискор, тупо яблоки и все это. Но неплохо кто-то знал, блядь, Вавилон 5, что он ответил абсолютно на все вопросы. Охренеть. Охренеть. Я, кстати, напоминаю, что Вавилон 5 это все еще один из лучших сериалов. И круто, что он там появился. в то время дремучее. Во! О-о-о-о-о! Купер под статьей подписывался своим имейл-адресом, но в конце журнала-то оказывается, лорды ханты были контакты 127 198 98 сушка наезд на саундок сменов я так что сказал что мне нравится как звучит эти треки говно sound это блять кассета 20-летней давности пропущенные через колонки плеера пропущенные через микрофон вот это вот с абсолютный говно sound так я потихоньку заканчиваю до играет трек где смог не туда именно так слушайте но вот вы так настаиваете я не против вернуться к сеговским играм через какое-то время я еще не придумал что я буду через неделю стримить на это точно будут игры я думаю с великим драконом сейчас стоит сделать перерыв я понимаю что ну хоть и до следующие в следующей части прохождения паразитки у него будет именно прохождение все-таки да не ревью рецензии от которого можно орать на каждом предложении поэтому я думаю орать от лорда ханты я продолжу но как-нибудь потом надо вернуться к прохождению игр на стримах я думаю через недельку в среду я именно это и сделаю вот напишите лорду ханты все что вы о нем думаете вот на этом я наверное заканчиваю здешний свой обзор 39 номера великого дракона спасибо что смотрели что еще я хочу сказать по поводу ближайших планов наверное ничего в субботу будет какой-нибудь стрим может быть еще не вегас я от него еще не устал но может быть я подумаю придумаю что-нибудь еще на сомневаюсь что я придумаю что-нибудь еще вернусь ли я к киностримом я пока еще не знаю но тут по настроению посмотри посмотрю если будет время силы это может быть может быть надо как-то да и дав достаточно давно кино не стрим или почему бы и нет в следующий вторник я пока расписание не меняю у у меня в расписании сейчас я не насколько я помню да и суббота и воскресенье прописаны но может быть я от воскресенья откажусь а может быть воскресенье вы все таки посмотрим кино я пока не буду отменять может воскресенье будет кино я пока еще не знаю в субботу решу и в следующий вторник до расписание все еще не меняется в следующий вторник должно быть должна быть своя игра еще одна я там в этот раз я свой пак не разыграл в следующий раз разыграю я думаю и ну собственно все спасибо вам спасибо нам приходите еще и будем играть в игры и болтать об играх и может быть мы забудем про существование лорда ханты пока пока